Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас на канале Виталия Рафеева Чувство знания Которое я использую для того, чтобы вам сегодня рассказать Продолжение темы о том, как заниматься правильным сексом Чтобы с его помощью раскрыть потенциал таланта Достичь успеха в жизни И сегодня конкретно я буду обращаться к мужчинам Потому что их роль в сексе очень важная Но тем не менее мужчины к этому занятию подходят достаточно тривиальным И не могут увидеть те преимущества, которые секс может показать себя В последующем его результаты в жизни, раскрытие таланта мужчины Его потенциала в делах, в реальных решениях, конкурентных отношениях и тому подобное И мне сегодня хотелось именно эту тему показать Ваше мировоззрение по поводу секса маленько повернуть Именно в сторону более серьезного отношения к этому вопросу Более ответственного Потому что, как вы посмотрите, наши прекрасные женщины, девушки Относятся к этому вопросу очень серьезно Ответственны в силу своей природы Потому что они ответственны за продолжение рода За рождение детей И, соответственно, их успех в жизни связан именно с тем С рождением их ребятишек, цветов нашей жизни Я хочу, чтобы вы также на этом примере женского отношения к сексу Взяли на свое вооружение этот пример Более ответственного подхода Более грамотного И подготавливались к сексу заранее Как это ни странно Потому что большая роль мужчины в сексе для женщины важна И она эту роль берет какой-то части на себя Потому что мужчины ответственности-то как бы не совсем хотят разделять Но потому что они не видят именно потенциал секса Именно его влияние на успех, на творчество На создание творческих продуктов мужчины в будущей жизни В обществе и тому подобное Так, не будем тут много слов говорить Потому что ролик, как говорится, короткий И мне хотелось начать с первого Так что первый у нас постулат был какой? То, что наш секс Именно это ответственное мероприятие Именно которому надо готовиться Которое надо осознавать Его важность для вашей последующей жизни То есть ни цель не является ни сам секс Ни физиологическое удовлетворение Тело ваше, да? А то, что секс является фактором Который будет играть большую роль в вашем успехе в жизни И для мужчин Это мысль такая, кажется, такая странная Такая мысль Мужчина сексом разбрасывается налево-направо Достаточно часто не понимая Именно того Что сексуальная энергия Она имеет именно начало В сексуальных отношениях с вашей партнершей И продолжается в вашей жизни И, значит, второй будет постулат Насколько? Как о котором я говорил в предыдущем видеоролике Когда я вам говорил Что ребята, девчата Давайте не будем думать до секса Не будем думать, рассуждать Или размышлять во время секса Или после него Об наших отношениях и связях между партнерами Я вам об этом там показывал Что это важно Потому что вы должны создать Такое единое состояние Гармоничное состояние Из которого вы выйдете с разумным решением С принятием какого-то интересного Креативного в жизни состояния своего, да? Но мужчинам я бы хотел сказать В первую очередь о чем? О том, что Женщина со своей ролью справляется Очень хорошо Именно подготавливая к мужчину К сексу, да? К которому такому недуманию То есть мужчина И в силу своего физиологии, да? Начинает думать о сексе Именно в силу своей физиологической потребности И прекращается само Как бы Начинается с него думание Об отношениях и связях с женщиной Как с женщиной вступить в связь Как и создать с ней какое-то отношение И тому подобное И здесь очень интересный момент Момент заключается в том Важный Что мы здесь вступаем в такую сферу Психологии частично, да? И потому что там имеется Такое завалированное Умственное отношение Умственная связь, скажем так То есть для женщины Именно секс является связью Через которую Она реализует Своё Материнское начало Продолжение рода И тому подобное И женщина стремится Эту связь повторять Повторять, повторять Пока не достигнет своей цели Мужчина же Другая цель Несколько иная, да? И мужчина Идет на поводу у женщины Да? И в эту связь вступает И как бы Он начинает играть По правилам женщины И на поле женском, да? Потому что мы все знаем прекрасно Что постель Это женская территория И там мужских правил никаких нет Там женщина диктует Как бы Свои условия, да? И в этом В этой теме Важно понять Вот именно Состояние связи И мужчина Не должен Как бы Идти на поводу у женщины Мужчины Задача мужчины Создавать отношения Женщины И женщины Девушки обычно Об этом разговаривают Друг друг с другом Об отношениях своих С мужчиной С своим партнером Очень много Этому внимания уделяют Однако Мужчина Отношений Как таковых Либо не умеет Он их строить Либо он их опасается Строить И тому подобное И часто Он не привязывает Это отношение К сексу Женщина Вас к сексу Приведет В любом случае Если вы будете Строить отношения Вот Поэтому Именно подготовка К сексу Ваша ответственная подготовка К сексу Это строительство Отношений с женщиной Постоянное их воспроизводство Постоянное их Совершенствование Для чего это делать Я сейчас скажу Для чего это делать Такая сложная Немножко мысль Для чего это делать Потому что У женщины Состояние Ума И сознания Отличается Крадинальным образом От мужского Состояния Ума И сознания Женщина Свои функции Очень хорошо Выполняет Переводя Мужское состояние Ума В известное место Ниже пояса Как вы знаете Что мужчина Видя Предмет Своего обожания И имея Сексуальное желание Его мозги Все перемещаются Ниже пояса И женщина Очень хорошо С этим справляется Она Демонстрирует Сексуальность Демонстрирует Свою привлекательность И тому подобное И мужчина Практически ни о чем Ни другом Не может думать Только как Завладеть Этой женщиной Как Именно Добиться своей цели Как мужчина считает То есть Завладеть своей женщиной Но проблема В том Что мужчина Точно такие же Не повторяет Не воспроизводит Отношения С женщиной Если это Новое Новый Период Отношений Или он Продолжается Или он Длительное Отношение С партнером С вашим То есть Много 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 Нюансов Я не буду В них Никать Я быстренько Вам скажу Эту мысль Очень важно Что мужчина Строите Отношения С вашей женщиной Воспроизводите Их Постоянно Воспроизводите Создавайте Их Такие Такие Динамичные Отношения Чтобы они Обновлялись Постоянно И тому подобное Это важно Для того Чтобы Ум Женщины Получил Состояние Свободы Понимаете Чтобы Ум Женщина Перестала Думать Это важно Перестала Размышлять Или рассуждать Как обычно Женщина В своем Состоянии Сознания Начинает Анализировать И те или иные Свои Отношения С мужчиной С партнером С другими людьми И из этого Состояния Надо вывести Чтобы Ум Перестал Заниматься Связями Связями Вот этими Анализом Связи Свою И его Надо создать Ему там Отношения Внутри Чтобы он Стал свободным Чтобы он Стал такой Группой Чтобы он Быстро Быстро Двигался В сознании Женщины И для этого Мужчина Создает Отношения И вот эти Европейские Американские Фильмы Которые Вы смотрите И там Такая Тема Интересная Это Ужинать Пригласить Женщину На ужин Или Пойти С ней В ресторан Поужинать И тому подобное То есть Там Культура Отношений Воспроизводство Отношений Существует И эта Культура Придумана Не для Фильмов Эта Культура Придумана Им для Того Чтобы Мужчина Воспроизводил Успех Свою Жизни Постоянно Свой успех Воспроизводил Ему Надо Вывести Женщину Состояние Размышления Об отношениях Связи Конкретно С вами То есть Чтобы она Стала Немножко Глупенькой Как говорится Чтобы Она Пришла Состояние Секса Именно Без Размышлений Без Рассуждений О партнерах В своем Об отношении И связи С партнерами И для этого Там Культура Так и имеется Женщина Приглашает В ресторан Или Мужчина Готовит Ужин У себя Дома И там Покупает Вино И тому подобное Ну вы знаете Все те романтичные Фильмы Мелодрамы И они И очень Свою Играют роль У нас В обществе Эта культура Как бы Несколько Не прививается Скажем так Потому что Наши рестораны Расположены Как бы Пока еще не располагают Только к культуре Но не располагают К культуре Заработать денег Но не к культуре Общественных отношений Их Воспроизводство Но Тем не менее Мы можем Эту модель Именно модель Повторить Воспровести Именно В своих Домашних условиях Какой-то культуры И тому подобное Приготовление Ужина Мужчина с любовью Может приготовить ужин Безусловно может Женщина может Приготовить ужин Накрыть красиво На стол Ну знаете Красивый фильм Красивые свечки Там стоят Цветочки И все такое Но это то есть Культура Воспроизводства Отношений Это очень важно И она инициируется Мужчиной Мужчина все время Ищет креативное решение Креативный подход К этому делу Какие-то идеи Ищет Как создать Новое отношение С женщиной Это очень важно Потому что Потому что Именно только Таким образом Вы сможете Ум И женщины Освободить Дать ему Пространство Свободное Чтобы он Увидел Перспективу Какое-то Движение И стал таким Игривым Легким Ум И не мешал Женщине Во время секса Не ступал С ней Какие-то там Размышления Или рассуждения Вот об этом Я хотел сказать Главный Как бы Постулат Правильного Секса Для мужчины Чтобы вы Мужчины Добились Успеха В жизни И этот успех Вас производили Это не Аксиома Какая-то Которая Вот вы сегодня Сделали Правильный Секс И дальше Вас покатит По жизни Нет Это постоянное Постоянное Воспроизводство Которое Требует От вас Ресурсов И эти ресурсы Вы будете Получать Конечно От успеха В жизни Не просто Потому что Вы Затратились На ресторан Затратились На какие-то Подарки Покупки Женщине Какое-то Внимание К ней Придумали Что-то там Креативное Интересное Чтобы проявить Показать Свои чувства В своих отношениях Какой-то поступок Такой оригинальный Совершить И тому подобное То есть Именно Все вот это Подготовка Подготовка Серьезное отношение К самому сексу Только таким образом Вы добьетесь Успеха В жизни То есть Не приходящего успеха У вас будет Стабильный Интересный Креативный Творческий успех И Ваша Жизнь Будет интересна Понимаете Это не купи Продай Утащи И спрячь Это интересная Креативная Творческая жизнь Когда вы будете Создавать Продукт В обществе Интересный Когда мы Перестанем Покупать Чужие гаджеты А сами В своей стране Будем производить Что-то интересное Для другого мира Для окружающего Потому что Мы реализуем Именно главное Начало Секса Начало Из этого секса Выходят Два Безусловно Прекрасных Прекрасных Продуктов Безусловно Прекрасных Плодов Человек Ребенок И мужское Творчество В этом обществе Поэтому я призываю Вас Безусловно Развернуть Свои мировоззрения Относительно секса Перестать к нему Относиться потребительски Не видеть Женщины Только Как средство Удовлетворения Вашей физиологической Потребности А увидеть Женщине В этой Сексуальной Отношении Создать С ней Сексуальную Связь Которая Вам Поможет Воспроизводить Ваши Успех В жизни Понимаете У нас Деют По простому Пути Либо они Напьют Целки-палки И создадут Свободу Ума То есть Тогда ум Как пьяная Становится Женщина Подвыпила Или мужчина Подвыпил Они такие Пьяненькие Они такие Свободные И через это Они попытаются Через такую Сексуальную Алкогольную Или же Обкуренную Связь Создать Творческий Толчок Себе Дать На самом деле Такое решение Как бы Существует И мы От него Как бы Не можем Отказаться На самом деле Но В длительных Отношениях С вашим партнером Вам безусловно Придется Прийти К той теме Которую я вам сейчас Рассказал И Ее Практиковать Заниматься Ее Постоянно И Стать Чтобы Эта тема Эта Пурановая Такая Тема Стала Для вас Не терял Актуальность Своей Вот Поэтому Я призываю Вас Дорогие Мужчины Быть Мужчинами Быть Их Ухаживать За женщинами Красиво И не терять В себе Эти мужские Качества Все время Их воспроизводить Качество Мужчины Качество Человека Которого Который Поклоняется Своей Безусловно Возлюбленной С вами был Виталий Ерофеев На канале Часознания Был рад вас видеть Заглядывайте ко мне Учитесь Грамотному Правильному Сексу Вырабатывайте Мужчины Эти навыки Эти навыки Воспроизводства Отношений с женщиной Это очень важно Для вашего будущего Для будущего Ваших детей Для мира В котором они будут жить Всем пока Будьте здоровы